Смотрите, значит, я сейчас хотел поговорить еще про одну структуру данных, которая тоже бывает полезна, она, собственно говоря, упоминается у вас в домашке, там во второй части, домашка была с некоторым опережением, да, ну, как раз я рассчитывал то, что сегодня мы это обсудим, дальше вы сможете все это порешать. Значит, это структура данных, которая называется словари. Значит, кто это такой и зачем это нужно? Ну, вот до сих пор мы обсуждали, что если у вас есть какие-то отдельные элементы данных, допустим, отдельные числа или отдельные строки, их можно складывать, объединять в списки или в кортежи. Соответственно, если у вас есть какой-то, например, список, то элементы в этом списке, ну, у каждого элемента есть свой номер, и по номеру вы можете этот элемент восстановить. Но давайте представим себе, что у меня есть какая-нибудь более хитро устроенная структура. Ну, вот, например, у меня есть какие-нибудь студенты, и у этих студентов есть оценки, скажем, по какому-то конкретному курсу. Как бы я мог бы эту информацию хранить, о том, что вот у такого-то студента такая-то оценка. Но, в принципе, я мог бы сделать что-нибудь в таком роде. Я мог бы сделать списочек студентов, допустим, вот так, и списочек оценок. Допустим, вот так. И, в принципе, я мог бы вот эти два списка хранить и понимать про себя, что оценка Alice, оценка студента, который здесь идет первым, это вот эта оценка, которая первая идет в списке grades, и так далее. То есть, что каждый элемент отсюда соответствует элементу отсюда. Ну, и, в принципе, можно было бы написать функцию, которая бы... Ну, есть какие-то естественные запросы к такого типа данным. Например, получить оценку данного студента. Вот у меня есть студент, я знаю его имя, я хочу посмотреть, какая у него оценка. Ну, и, в принципе, можно было бы написать функцию, которая бы это делала, которая бы искала. Ну, как эта функция должна была быть устроена, допустим. Я запрашиваю у этой функции, какая оценка Боба. Дальше эта функция должна сделать следующее. Она должна пройтись по вот этому списочку students и найти здесь Боба. Ну, как она это будет делать? Она просто будет перебирать элементы по одному до тех пор, пока не дойдет до элемента, который равен Бобу. И после этого эта функция поймет, что Боб у нас находится, значит, элемент с индексом 1, и дальше возьмет соответствующий элемент вот отсюда и выдаст эту оценку. В принципе, это несложно написать такую функцию, и это такое вполне нормальное упражнение это сделать. Но давайте обсудим, насколько хороший этот подход. Вот. Значит, представьте себе, что у вас студентов не три, как в моем примере, а очень много. И вы запросили информацию про оценку какого-нибудь студента, который находится близко к концу списка. Представьте себе, что у вас миллион студентов, и вам тогда нужно будет пройти, перебрать все элементы вот этого списка, от первого до последнего. Ну, там, не до последнего, а до того, который вас интересует. И только после этого вы сможете выдать оценку. То есть вам нужно будет искать элементы вот в этом списке, и это может занимать долго, много времени. В связи с этим в Python есть специальная структура данных, которая решает вот эту задачу, задачу хранения таких пар типа студент-оценка, и позволяет обращаться к данным в этой структуре, позволяет обращаться к конкретной паре, зная, допустим, имя студента, получать его оценку, и при этом делать это быстро. Гораздо быстрее, чем если бы мы просто вот написали бы такой наивный алгоритм, который будет перебирать здесь элементы до тех пор, пока не встретит нужный. Соответственно, эта структура данных называется словарь, или дикшнери, или дикт, и устроена она таким образом. Допустим, я создаю словарь, который называется great book. Устроен он таким образом. Значит, обратите внимание, что я использую фигурные скобки, а не квадратные, не круглые. Фигурные скобки в Python используются для того, чтобы создавать в частности словари. На самом деле, не только словари, множество тоже можно создавать фигурными скобками, но сейчас нас интересуют именно словари. Содержимое словаря делится на записи. Словарь состоит из записей. А запись, в свою очередь, это пара. Пара – ключ, значение. Вот эта штука называется ключом, то, что стоит до двоеточия. А то, что стоит после двоеточия, называется значение. Соответственно, вот у меня здесь три записи, и в каждой записи есть свой ключ, есть свое значение. Давайте посмотрим, как теперь обращаться к записям. Очень похоже на то, как мы обращаемся к элементам. К элементам списков. Единственное, что теперь у нас в качестве индекса используются не числа, а используются те самые ключи, которые мы здесь написали. Вот так я могу, например, получить информацию о том, какая оценка у лоба. В отличие от списков, я не могу получить информацию о… Я не могу выбрать, например, первый или второй элемент, вот таким образом, по крайней мере. Если я попробую сделать вот такую штуку, мне скажут, что нет элемента с ключом один. Раньше, когда-то давно в питоне, эти записи вообще были неупорядоченными, то есть непонятно было, в каком порядке они идут. Сейчас это не совсем так, но я предскажу чуть попозже. То есть основной способ обращаться к элементам словаря – это как раз по ключам. Ну, давайте еще что-нибудь посмотрим, что еще можно сделать со словарем. Можно поменять значение какого-то элемента. Допустим, Клаудио пересдала экзамен, и у нее теперь вместо тройки четверка. Ну, вот так можно модифицировать элементы словарей. Ну, тоже очень похоже на то, что было, когда мы обсуждали списки. Можно добавить новые элементы в словарь, например, вот так. Допустим, у нас появился den, у которого оценка 3. Значит, в отличие от списков, где нельзя присвоить значение индексу, который не существует. Вот, допустим, если у меня есть список какой-нибудь. И если я попробую присвоить значение элементу с индексом 3, то он мне скажет, что у меня ошибка. В отличие от списков, присваивать значение индексам, значение тем элементам, которые в словаре еще не созданы, в словарях можно. Вот как я это сделал здесь. Значит, вот видно, что этот den у меня появился. Что еще можно делать со словарями? Ну, давайте посмотрим. Например, у словаря можно получить список всех ключей. Это можно сделать, например, вот так. Вот возвращается штука, которая, ну, это некоторый специальный объект dict-keys, но она ведет себя очень похоже на список. Например, можно итерировать, можно… А, вот так нельзя. Ладно, можно на самом деле превратить ее в список в настоящий. И после этого можно выбирать элементы по индексам, можно итерировать и все что угодно. На самом деле вот эту запись можно сделать и короче. Дело в том, что вот эта штука, она работает… Давайте я просто покажу. Можно сделать просто вот так. Значит, несмотря на то, что у нас gradebook – это словарь, то есть это набор записи ключ-значения, если вы делаете просто вот такой перебор элементов этого gradebook, то вам будут перебираться именно ключи, а не значения. Если вы хотите получить доступ к списку, который состоит из значений, то вы можете использовать вот такую штуку. Но, опять же, ее можно превратить в честный список. Вот. Пожалуйста, вот вам списочек значений. Вот. Ну, давайте что-нибудь сделаем со словарями веселенькое. Значит, есть у нас вот этот словарь gradebook. И, например, я хочу найти… Да, вот еще одна вещь, которую я хотел сказать. Значит, смотрите, если вы хотите перебирать, например, пары ключ-значения сразу, то это можно сделать вот так. Значит, вот таким образом можно перебирать параллельно ключи и значения. Значит, что возвращает этот gradebook items? Ну, он возвращает штуку, похожую на список, который состоит из пар. Ключ-значения, ключ-значения, ключ-значения. Ну, а дальше, с помощью той же логики, которую мы уже обсуждали, поскольку у вас здесь написано две переменных, то цикл for пытается присвоить первой переменной вот такое значение, второй переменной вот такое значение. Значит, вы получаете вот эту ls4. Ну, и так далее. Давайте быстренько что-нибудь сделаем с словарями. Например, я хочу… Давайте решим такую задачку. Значит, дан слова gradebook. Вернуть список студентов, имеющих оценку больше или равную 4. Сейчас нет у вас такой задачки в домашке. Проверю. Это вдруг я из домашки какую-то задачку вам сейчас хочу выдать. Нет, вроде нет. Так, ну вот давайте. Значит, я хочу сделать функцию goodStudents, которая принимает на вход gradebook. и должна вернуть… Значит, вот так, кстати, я пишу документацию к функции. Значит, если вы пишете вот такую вот строчку, которая обычно вот такая многострочная строка с помощью трех кавычек создается. Значит, если вы пишете сразу после того, как назвали вашу функцию, то это документация, и в дальнейшем, если вы будете обращаться к этой функции, вы сможете документацию посмотреть. Значит, ну вот давайте вы сейчас напишите эту функцию, а я пока напишу пару тестов. Начинаる уже�ой функции. offs definitely есть – точно. Это, конечно, сложно, но давайте считать так, что это будет. Конечно, можно сделать по-другому, но я сейчас хочу пока что оставить так. Сколько я не знаю точно, какой будет порядок на выходе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Те, кто оставались со списковыми включениями, уже сдают решение в одну строчку. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Так, ну что, еще кто-нибудь? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, наверное, можно показать решение. Ну, смотрите, самое, видимо, лаконичное решение выглядит так. Так, return student for student grade in gradebook items if grade больше либо равняется 4. Значит, если вас вдруг пока пугают такие списковые включения, то можно это записать более подробно. А именно можно сказать так. Значит, у меня создается новый список good students. И дальше я пишу вот то же самое, что у меня здесь написано. Перебираю все пары студент-оценка. И если оценка оказывается больше либо равняется 4, тогда просто в список good students приапендивается оценка. И дальше возвращается список good students. Значит, вот, в принципе, эти две строчки... Да, не оценка, конечно, а студент. Значит, эти вот два куска кода, вот этот кусок кода и вот этот кусок кода эквивалентны. Ну, просто вот этот чуть-чуть покороче записывается, и как-то более ясно, что здесь происходит. Но если вам пока сложно с таким синтаксисом, вы всегда можете написать так, и это кажется чуть более понятно. По крайней мере, когда вы его пишете. Вот. Хорошо. Ну, давайте еще пару слов скажу про словари. Значит, вообще у словарей... Да, кстати, я говорил, что вот то, что мы здесь написали, это документация к нашей функции. И это действительно так. Если я теперь пишу название функции, а потом нажимаю shift-tab, а еще лучше два раза tab, вот так вот, то мне пишут, вот видите, здесь есть docstring. И это как раз ровно та самая документация, которую мы для себя написали. Вообще писать документацию к тем функциям, которые вы пишете, очень полезно, потому что есть шанс, что вы сегодня написали функцию, а завтра вам нужно, чтобы вам кто-нибудь напомнил, как она работает, и даже не то, что как она внутри работает, а как, что она принимает на вход и что она возвращает. И это кажется немножко забавным, но действительно так. Очень быстро, вы очень быстро забываете, вообще все очень быстро забывают, как работает тот или иной код, даже несмотря на то, что вы же являетесь его автором. И поэтому оставить какие-то комментарии, писать код понятным, это очень хорошая привычка, она упростит вам жизнь буквально... Ну, я не знаю, если я открываю свой собственный код, который я писал месяц назад, это как будто код писал другой человек, я вообще ничего... Если этот код непонятный, я вообще ничего не понимаю, мне нужно время, чтобы разобраться, что тут вообще написано, как это работает, почему это работает, господи, боже мой. Вот. Так что комментарии писать – это хорошо, и это, пожалуй, самый такой простой способ, как это можно делать, потому что, когда у вас есть функция, и понятно, что она делает, что она получает на вход, что она выдает, вы дальше можете легко этой функцией пользоваться, вам уже не нужно разбираться, что там внутри нее написано, вам главное понимать, что она делает. Вот. Окей. Значит, давайте еще немножко про словари поговорим. Значит, смотрите, у словарей есть какое-то количество методов, чуть-чуть побольше, чем у списков. Ну, давайте я скажу несколько важных вещей. Ну, во-первых, словари, точно так же, как и списки, это изменяемый тип данных, и вся история про то, что присваивание не делает копирование, здесь тоже верна. То есть если вот у меня была какая-то great book, если я создал некую новую, новый great book, и теперь, допустим, я хочу модифицировать как-то мой исходный great book, допустим, вот так, то модифицируются одновременно оба элемента, точно так же, как в случае со списками. Когда я делаю вот такое присваивание, я просто создаю два имени одному и тому же объекту, то есть я создаю как бы две ссылки на один и тот же объект, который хранится где-то в памяти. Вот. Поэтому точно так же, как у списков, у словарей есть метод копия, который позволяет сделать независимую копию для объекта. Вот теперь у нас… сейчас так неинтересно, давайте… Да, ну вот видно, что great book теперь поменялся, а new great book не поменялся, потому что это копия. Вот. Чего еще есть хорошего в словарях? Значит, у словарей… Да, вот есть еще какая-то такая история, смотрите. Когда вы пишете какой-то код, который используют словари, у вас возможна ситуация, что вы пытаетесь обратиться в словаре к элементу, который там не существует. Допустим, вот я пытаюсь обратиться к элементу Elizabeth, а нет у меня никакой Elizabeth в этом словаре, и в этом случае я получаю сообщение об ошибке. Это, как правило, не то, что вы хотите, а, как правило, вы не хотите, чтобы ваша программа ломалась в таких ситуациях. Ну, например, представьте себе, что я написал какую-то программу, которая спрашивает у пользователя оценка, какого студента этого пользователя интересует, и в ответ возвращает эту оценку. Понятно, что если у меня эта программа будет ломаться всякий раз, когда пользователь ввел имя студента, которого в ведомости нет, то это будет не очень хорошая программа. Поэтому нужно что-то сделать, чтобы такого не было. А именно для этого можно... Для этого есть два метода. Значит, первый метод такой. Ну вот, допустим, я хочу... Значит, допустим, у меня такая программа Student равняется Input. Значит, вот такая программа, которая работает-работает, но как только вы вводите имя, которого нет, ломается. Значит, допустим, я хочу сделать так, чтобы она не ломалась. Есть два способа. Первый способ такой. Явно проверить, что... Явно проверить, есть ли такой студент у нас в ведомости, то есть проверить, существует ли запись с данным ключом. Значит, если... Давайте так сделаем. Значит, вот эта штука, она проверяет, есть ли запись с данным ключом, то есть, опять же, им работает не со значениями, а только с ключами. Соответственно, если такая запись есть, то тогда эта штука печатается, а если нет, то печатается, что нет такого студента. Значит, это первый подход. Второй подход состоит в том, чтобы использовать метод get. То есть, вместо квадратных скобок можно использовать метод get. Что делает get? get делает то же самое, что квадратные скобки, за одним исключением. Если он не находит записи таким ключом, то тогда он возвращает, по умолчанию он возвращает специальное значение none. Но, в принципе, можно его попросить возвращать какое-нибудь другое значение. Значит, если я напишу второй аргумент о этой функции get, о этого метода get, например, я скажу, что если у человека нет ведомости, то значит, у него оценка 0. И тогда, в случае, если в словаре не содержится соответствующей записи, то будет возвращен второй аргумент. Значит, можно сделать такую штуку тоже. Вот. Значит, еще одна функция, которая может пригодиться, функция update. Она позволяет объединить два словаря. То есть, например, у вас был один какой-то gradebook, а потом вы хотите присоединить к нему еще информацию про каких-нибудь других студентов. Или про тех же, допустим. Допустим, вот так. Значит, update позволяет записать или перезаписать сразу несколько значений словаря, сразу несколько записей. Ну, вот видите, у меня здесь Элис, у которой была оценка 3, теперь у нее оценка 4, потому что я ее вот так проапдейтил. И дополнительно я добавил еще две записи вот таким образом. Теперь у меня есть Элизабет и Феликс. Ну, вот, пожалуй, самые такие ходовые инструменты для работы со словарями. Давайте еще одну штуку покажу. Как можно словари создавать? Значит, кроме того способа, как я сказал, словари можно создавать по-разному. Например, можно создавать... Значит, можно создавать словари с помощью фигурных скобок. Перечисляю через двое точек ключ-значения. Можно создавать словари с помощью дикт. И в этом случае можно сделать вот так. Передавать значения вот так в виде именованных аргументов. Иногда это бывает полезно. Ну, с точки зрения Элизабет это то же самое, просто синтактически иногда так чуть-чуть приятнее писать. Можно создавать словари, которые устроены таким образом. Вот, смотрите. Важный момент. Ключами словари могут быть не только строки. Ключами словари может быть много чего. Ну, вот, например, представьте себе, что я хочу сделать вот такой словарь, который состоит из квадратов каких-то чисел. Несмотря на то, что его ключами являются числа, и, видите, мы можем обращаться к ним как к числам, все-таки это словарь, это штука, которая принципиально отличается от списка. Например, в этом словаре сейчас нет нулевого элемента, а в любом списке, в любом непустом списке, есть элемент с индексом 0, потому что это просто первый элемент по очереди. Соответственно, в данном случае, например, у меня, видите, я создал элементы с индексами 1, 2, 3, 4 и 10. Элементов с индексом 7 у нас нет. Опять же, такого в списке быть не могло бы. Но в какой-то мере такой словарь, у которого ключами являются числа, он ведет себя в какой-то мере похожим на список. Ну, вот такое тоже бывает. В некоторых других языках программирования списки создаются как частный случай словарей. Например, в JavaScript я так сделаю. Вот. Можно эффективно создавать вот такие штуки с помощью синтаксиса, похожего на списковое включение. Смотрите, что можно сделать. Значит, вот я создал список с помощью, это называется, dict comprehension. Синтаксис очень похож на списковое включение, только мы используем здесь фигурные скобки, чтобы показать, что мы создаем именно словарь. И видно, что вот здесь не один элемент, а сразу написана пара через двое точие. Точно так же, как в случае со словарем, ключ-значение. Ну, а, соответственно, так вот это работает. У нас i меняется вот в этом промежутке. И, соответственно, каждому значению i соответствует своя запись. У этой записи ключом в данном случае будет i, а значением i квадрат. Ну, получается такая вещь. Вот. На самом деле разные объекты могут быть ключами словарей, но не любые. Например, строки числа могут быть ключами словарей. Скажем, список не может быть ключом словаря. Я не могу сделать вот такую штуку. потому что список не является неизменяемым объектом. То есть нельзя было бы представить себе, что я создал вот такой словарь, а потом взял бы и сделал так, что вот этот объект, объект, который является ключом для этой записи, я могу поменять его значение так, чтобы его значение, например, совпадало бы с значением вот этого списка. И тогда было бы совершенно непонятно все-таки, что же, какое же значение у этого ключа. Поэтому изменяемые объекты не могут быть ключами в словарях. Это, в частности, одна из причин, зачем вообще понадобился такой тип данных под названием кортеж. Потому что кортежи могут быть ключами словаря. Если я здесь вместо квадратных скобок поставлю круглые скобки, то это прекрасным образом работает. Вот я сделал словарь, у которого две записи, ключи 1, 2 и 4, 5. И вот я могу получить соответствующее значение. Вот. Ну вот как-то так. Давайте задать какие-нибудь вопросы по словаре. Что еще хочется уметь делать со словарями? Или какие еще есть вопросы? по словарям? Спасибо. Спасибо. Так, ну что, нет вопросов по словарям? Обычно есть. Хорошо, давайте я задам вопрос. Вот, допустим, я хочу… Вот, допустим, у меня и есть ведомость, но в ней каждому студенту соответствует не одна оценка, а несколько оценок. Как бы мне это хранить? Как бы мне хранить такую ведомость, которая каждому студенту соответствует несколько оценок? Есть ли какие-нибудь идеи? Может быть, ключу может соответствовать список? Да. Значит, вот в самом себе словаре каждому ключу соответствует ровно одно значение, по-другому не может быть. Потому что если бы было по-другому, если бы я хотел создать, например, два элемента с ключом alice, то было бы совершенно непонятно, что имеется в виду. Если я вот такой запрос делаю, то какой элемент должен выдаться? Ну, вот в такой ситуации выдается тот элемент, который написан последним, а вот этот элемент полностью забыт. Ну, это естественно. То есть как бы вы хотите, чтобы у вас конкретному ключу соответствовало бы конкретное значение. Но если вы хотите хранить несколько значений, то вы можете сделать такую более сложную структуру данных. Действительно, например, вы можете в качестве значений использовать списки. Что-нибудь в таком роде. Пусть будет еще какая-нибудь. Вот. И это, на самом деле, такая структура данных. Если вы хотите хранить реально вот ведомость-ведомость, то хранить его в таком виде поприятнее. Потому что тут возможна ситуация, когда у студента вообще нет ни одной оценки. Но тем не менее, в ведомости он есть. Это, как раз, соответствует тому, что, видите, у нас здесь у Клаудио пустой список в качестве значения. Ну, и теперь я могу, например, посмотреть на оценку Alice. Значит, на, допустим, первую оценку Alice. Делается так. С помощью gradebook Alice я возвращаю первый. Я возвращаю вот это значение. Список 4.5. И дальше я от него беру элемент с индексом 0. И вот он получается, элемент 4. Это четверг. Вот. Вообще надо сказать, что все эти структуры данных, когда у нас есть словари и списки, мы можем создавать из них очень сложные структуры данных. Потому что они могут быть вложены. Вы можете создать словарь, у которого элементами являются списки. А в этих списках лежат словари. А в этих словарях значениями являются тоже словари. И так далее. И мы с таким будем сталкиваться, когда мы будем обсуждать работу с какими-то внешними сервисами, внешними API. Там один из основных языков, на котором разные сервисы взаимодействуют, это разметка под названием JSON. И она как раз устроена так. Это какой-то конгломерат словарей, списков словарей, списков и так далее. Вот. Хорошо. Значит, все ли я сказал про словари? Ну, кажется, более-менее все. Есть ли какие-то еще вопросы про словари? А можно ли удалять элементы оттуда? Убирать элементы из словарей? Да, можно. Значит, есть функция, есть команда del, которая позволяет удалить элемент. Вот. Значит, вот я удалил Alice. И теперь у меня только Bop и Клауди. Del, собственно говоря, и со списками работает, но со списками я бы не очень советовал его использовать, потому что, как правило, вы не хотите так уж сильно модифицировать списки. Как правило, вы хотите создавать новые списки. Вот. Но, в принципе, del работает более-менее с чем угодно. Некоторый недостаток. Вот при работе со списками, вот представьте себе, что у вас есть список какой-нибудь, и, допустим, я удаляю первый элемент. Эта операция может быть довольно ресурсозатратной, потому что элементы в списке лежат в памяти по очереди. И для того, чтобы удалить первый элемент списка, вам нужно сделать следующее. Видимо, скопировать все последующие элементы, сдвинуть на один элемент влево. И это требует некоторых ресурсов. То есть такие операции не рекомендуется делать. Вот, например, дописывание элементов в конец – это дешевая операция. Она, как правило, не требует никакого дополнительного выделения памяти и так далее. Потому что Python довольно интеллектуально занимается управлением памятью, и, как правило, у вас есть куда дописать элемент дальше. А вот такое удаление, например, первого элемента – это не очень хорошая операция. А из словарей, кажется, довольно легко удалять элементы, потому что словари устроены более хитрые, более хитрые конструкции. Вот. Так, есть ли еще вопросы про словари? Хорошо. Ну, давайте поедем дальше. Значит, вторая история, про которую я сегодня хотел рассказать, уже такая более прикладная – это история про сортировку разных списков и не только списков. Значит, сортировка – это ужасно распространенная операция. Значит, ну и давайте посмотрим, как она устроена. Значит, ну вот просто пусть у меня есть некоторый список, допустим, чисел. И есть разные способы его отсортировать. Способ первый – использовать метод sort. Значит, как и прочие методы списков, он модифицирует исходный список, при этом сам по себе этот точка сорта ничего не возвращает. Ну вот видно, что после того, как мы эту строчку выполнили, майлист теперь является отсортированным. Видите, здесь 1, 2, 10, 15, 40. В этом месте обычно возникает вопрос. Давайте задайте его. Как задавать условия сортировки? С условием сортировки – это мы поговорим, да. Но как бы произвольные условия сортировки – это мы сейчас обсудим. Но это более сложный вопрос. Сейчас пока простой вопрос. Значит, при сортировке изменения внутри происходят. То есть если бы у меня была какая-то другая ссылка на тот же самый список, то отсортировались бы оба. Ну, собственно говоря, это две ссылки, но не тот же список. Ну, собственно говоря, если бы здесь была создана копия, то мы бы с этой копией… Создание копии никак бы не повлияло бы на список майлист. Нужно было бы написать что-то вроде «майлист равняется что-то там». Тогда копия могла бы модифицировать значение переменной майлиста. А так мы видим, что это та же самая переменная, которая ссылается на тот же самый объект. Вот как сделать без изменения самого списка? Это я сейчас тоже скажу. Ну, а давайте совсем естественный вопрос по сортировку. Будет ли он сортировать строки в алфавитном порядке? Строки в алфавитном порядке, да. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, вот он сортировал в алфавитном порядке. На самом деле строки можно сравнивать между собой. Значит, и сравниваются они, как говорят, лексикографически. Это означает, что они сравниваются… Ну, в общем, так, как мы привыкли сравнивать. Это ровно тот способ сравнения, который используется при алфавитной сортировке. Значит, отдельные буквы упорядочены по алфавиту. И если у вас есть строка, а вы сравниваете ее с другой строкой, то происходит следующее. Вы сравниваете сначала… Допустим, вот так. Вы сравниваете сначала первый элемент с первым элементом. Если они различаются, то тогда порядок следования строк такой же, какой порядок следования этих элементов. Если они совпадают, то вы сравниваете второй со вторым. И так далее до тех пор, пока вы не дойдете до первого различия. В данном случае, например, у меня АА большое меньше, чем АБ, потому что А большое меньше, чем Б маленькое, но на самом деле все большие буквы меньше, чем маленькие, потому что считается, что при сортировке у вас будут сначала заглавные буквы, а потом маленькие. Смешнее всего это работает с русским языком, потому что оно, конечно, работает, то есть оно понимает, что буква А меньше, чем буква Б, что она идет раньше, но при этом иногда бывает весело. Давайте сделаем какую-нибудь такую штуку. Какое бы еще слово написать? Как вы думаете, как она сортирует сейчас это дело? Есть какие-нибудь идеи, что может пойти не так? Да, елка. Елку они поставят в конец, потому что буквы ЙО… Ну, в общем, существуют кодовые таблицы, которые показывают… Ну, компьютер кодирует символы некоторыми числами, и соответствие между числами и символами называется кодовыми таблицами. И, в частности, в кодовой таблице Unicode, которая является стандартным для Python, буква ЙО находится не там, где остальные буквы русского алфавита, она находится где-то в конце. Ну, собственно говоря, можно просто посмотреть, как устроен алфавит. Значит, у каждой буквы есть свой код. Вот можно посмотреть, значит, у буквы А код 1072, у буквы Я код 1103, у буквы ЙО код 1105. Значит, можно вывести все буквы русского алфавита таким образом. Ну, давайте я забегу немножко вправо. Значит, есть функция ORD, которая показывает, какой номер у данной буквы, а обратно есть функция CHR, которая, наоборот, генерирует букву по ее номеру. И можно посмотреть, что здесь есть. Вот. Вот так выглядит кириллица в Unicode. Вообще, можно посмотреть, как, в принципе, выглядит Unicode. Допустим, первые 5000 символов. Ну, как-то вот так. Ну, можно дальше смотреть. Допустим, 20 тысяч символов. А, что я сделал? Ну, ладно, напечатал. Ну, вот это то, с чем Python может работать, в принципе. Вот. Окей. Кстати, если очень хочется сделать что-то странное, то, кажется, можно сделать некоторые, по крайней мере, Unicode символы, можно использовать в идентификаторах питоновских. Ну-ка, давайте попробуем. Сработает это так или нет? Нет, не хочет. Ну, ладно. Ладно, вернемся к нашей сортировке. Значит, из буквы U нужно разбираться отдельно, но во всем остальном сортировка работает разумным образом, примерно так, как мы ожидаем. Как сортируются списки с элементами разных типов? Прекрасный вопрос. И у него есть очень простой и короткий ответ. Никак. Значит, вы не можете… вы можете сортировать только такой список, у которого все элементы друг с другом сравнимы. Вот, например, вы строки можете сравнивать со строками, числа можете сравнивать с числами. Но вы не можете сравнить строку с числом. Нет никакого отношения порядка. И поэтому сортировка в этом случае не будет работать. Как сравнить словари? Хороший вопрос. Словари, по-моему, никак. Если я правильно помню, словари несравнимы друг с другом. Да. Значит, словари сравнивать друг с другом нельзя. Вам нужно будет написать какую-то собственную функцию. И как ее использовать, мы сейчас поговорим. Значит, ну а давайте… Прежде чем сравнивать словари, давайте посравниваем что-то более простое. Давайте посравниваем списки. Значит, вот списки сравнивать можно. По крайней мере, если они состоят из сравнимых элементов. И списки сравниваются тоже лексикографически. То есть, например… Ну вот, например, что произошло, когда я попросил сравнить список 3, 4, 1 со списком 3, 2, 10. Значит, сравнили сначала первые элементы. Потом они оказались равны. Если бы они были не равны, то на этом процесс бы закончился. Потом сравнились вторые элементы. И здесь выяснилось, что вот этот элемент не меньше, чем вот этот элемент. И таким образом сравнение всех этих списков оказалось… Оказалось, значит… Ну, верное утверждение, что вот этот список больше вот этого списка, а не наоборот. И что это означает с точки зрения сортировки? Ну вот смотрите. Вот у меня может быть список, который сам в свою очередь состоит из списков. Может быть такая табличка. Допустим, у меня есть Alice 3, 4. Здесь, допустим, есть Клаудио, допустим, 3, 5. Здесь есть снова Alice 2, 4. Здесь есть Bob 2, 5. Вот можно представить себе такую табличку. Значит, тоже можно думать о том, что мы таким образом задали некоторую ведомость. Но это такая ведомость, которая устроена… Ну, из нее как бы сложнее выбирать элемент с заданным индексом. Но зато, видите, у меня здесь могут дублироваться строчки с одним и тем же первым элементом. В этом нет никакой проблемы. Значит, точка зрения Python – это просто список, элементами которого являются списки. Ничего выдающегося. Значит, теперь давайте посмотрим, что будет, если я попробую эту штуку отсортировать. Как вы думаете, какой будет результат? Что получится, если я буду сортировать эти… Попробую отсортировать эту табличку, учитывая, что списки сравниваются вот так, как я здесь описал. Есть идеи? По буквам из первых элементов. Ну, то есть, какая строчка будет первой? Что будет записано в первом элементе? Ну, ls3.4. А вот и нет. Потому что у нас есть… Потому что у нас есть два элемента, которые начинаются с ls. Смотрите, значит, когда Python сравнивал вот эту штуку с вот этой штукой, он увидел, что здесь ls вот эта совпадает с ls вот этой, но он пытается сортировать, так сказать, по возрастанию, от меньшего к большему. Вот этот элемент меньше, чем вот этот элемент. И учитывая равенство вот этих элементов, Python помещает вот эту строчку наверх, а эту ниже. Поэтому получается вот такая вот штука. То есть, как бы, сортировка происходит, если думать про… Если думать про эту, как про сортировку таблицы, то у нас происходит так, что вы сортируете сначала по первому столбцу, при совпадении элементов в первом столбце вы сортируете по второму столбцу и так далее. Вот. Понятно ли это? Значит, надо сказать, что такой способ сравнения списков или кортежей очень удобен для разных приложений, но иногда его не хватает. Иногда мы хотим отсортировать, допустим, у нас есть таблица, и мы хотим ее отсортировать не так, а как-то по-другому. Например, мы хотим отсортировать ее по последнему столбцу. Как это сделать? Ну, вот сейчас мы про это еще поговорим. Да, давайте, прежде чем я продолжу, давайте я все-таки задам вопрос, которого я ждал с самого начала, и отвечу на него. А именно вопрос такой, а как отсортировать в обратном порядке, если я хочу не по возрастанию, а по убыванию? Ну вот, можно посмотреть на справку по методу sort, и видно, что здесь есть аргумент reverse, и этот самый reverse можно сделать true, и тогда он будет сортировать в обратную сторону. Вот. Второй вопрос. Если все-таки я не хочу модифицировать мой исходный список, а хочу сделать новый список, но уже отсортированный, тогда можно использовать функцию, которая называется sorted, и она делает ровно то, что сказано. Значит, она сортирует список, но вместо того, чтобы сортировать его внутри, вместо того, чтобы модифицировать этот объект, она создает новый объект, который является сортированной версией вот этого. Ну и, собственно говоря, видно, что это вот ровно оно и есть. В частности, например, если у вас был какой-нибудь кортеж, и вдруг вы хотели этот кортеж отсортировать, то вы, конечно, не можете его отсортировать, как говорят in place, у кортежа нет метода sort, потому что кортеж неизменяем, вы не можете внутри него переставлять элементы. Зато вы можете запросить отсортированную версию этого кортежа, ну, вернее, вернут вам, конечно, список, а не кортеж. Но, по крайней мере, он действительно будет состоять из тех же элементов, из которых состоял кортеж, и при этом эти элементы будут идти вот в этом порядке, в отсортированном порядке. И у sorted есть тоже метод reverse, это не метод, а аргумент reverse. Если я скажу reverse равняется true, то он сортирует в обратную сторону. То есть, как бы, reverse – это такой булевский аргумент, который может принимать значение false или true. По умолчанию он имеет значение false. Значит, это означает, что не нужно сортировать в обратном порядке, нужно сортировать в обычном порядке. Если я хочу заменить значение этого аргумента, то мне нужно его явно передать. Reverse равняется true. Теперь самое веселое. Как сортировать с произвольными условиями сортировки? Это можно делать, но для этого нужно иметь в виду, что нужно представлять себе некоторую важную вещь про функции. Давайте я сделаю некоторое отступление. функции, как аргументы других функций. Значит, давайте представим себе, что я напишу такую функцию. subs2. И давайте я напишу такую функцию. inc, которая возвращает x плюс 1. Вопрос. Какой результат выполнения вот такой операции? subs2, в которой передали inc. если киньте идеи, что нам вернят эта штука? Смотрите, у меня есть функция subs2. subs2 принимает на вход f. а возвращает она f от двойки. То есть subs2 принимает на вход функцию и подставляет в эту функцию аргумент двойка и после этого возвращает то, что получилось. Действительно, subs2 от inc – это 3. Понятно ли, как это работает? Заметьте, что когда я здесь передавал функцию, я написал просто inc. Я не написал, например, вот так. Если бы я написал вот так, то у меня была бы ошибка, потому что если я пишу название функции, а потом ставлю круглые скобки, то это означает, что я в этом месте хочу эту функцию вызвать. И у функции inc нельзя вызвать без аргументов, и поэтому ничего не получится. Если же я написал имя функции без скобок, а просто вот так, как я написал, как есть, то это просто означает, что я эту функцию не вызываю, а просто ее здесь упоминаю, ссылаюсь на нее. И в данном случае в таком синтексе это означает, что я вызываю функцию subs2, и в эту функцию subs2 я подставляю функцию inc. То есть, когда функция subs2 будет работать, вместо вот этого f будет написано как бы inc. И, значит, вот здесь будет написано inc от двойки, inc от двойки это тройка. И я и получил тройку. Вот. В целом, с функциями в питоне можно много чего делать. Функция это такой полноценный объект. В частности, функция может быть аргументом другой функции. А еще одна функция может возвращать другую функцию, но это отдельная история, мы про это потом поговорим. Вот. Теперь смотрите, чего я хочу. Я хочу поговорить про сортировку. То есть, ключи сортировки. Давайте представим себя, что у меня есть какой-нибудь список, допустим, список строк. И я хочу его отсортировать, но отсортировать как-нибудь странным образом. Допустим, я хочу его отсортировать, но не по алфавиту, как это обычно бывает. Я хочу отсортировать его так, чтобы вначале были самые короткие строки, а потом самые длинные, по длине строки. В этом случае я должен использовать штуку, которая называется ключ сортировки. Как работает ключ сортировки? Пусть мы хотим отсортировать по длине строки. Это означает, что мы сначала должны вычислить длину строки для каждого элемента. У меня будут такие длины строк. Здесь будет 5. Тут будет 3. Тут будет 7. Тут будет 8 или 9. 9. Тут будет 3. Это я сам сейчас глазками посчитал, длину каждой из этих строк. После этого что я должен сделать? Я должен взять и вот эти элементы отсортировать, но при сортировке я должен сравнивать не сами элементы, а сравнивать их длины. То есть, грубо говоря, можно представить себе, что у меня написаны эти названия в таких карточках, и я сортирую эти карточки так, чтобы отсортированным оказался вот этот ряд из длин. И это вот ровно то, что я хочу. Я хочу отсортировать так, чтобы короткие строчки были в начале, а длинные в конце. То есть, смотрите, для того, чтобы осуществить такую сортировку, мне на самом деле нужна одна единственная вещь. Мне нужно научиться вот по этой строчке строить вот эту строчку. Как это делается? Для этого мне нужно просто взять и написать какую-то функцию, которая будет по строчке находить ее длину. Ну, в самом деле, такая функция уже написана, называется len. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, я хочу отсортировать strings. И в качестве ключевого сортировки я использую len. Len – это длина строки. И получается ровно то, что я хотел. То есть, смотрите, обратите внимание. Во-первых, я передал здесь функцию len. Len – это функция, которая в данном случае будет принимать на вход каждый из элементов моего списка и возвращать его длину. Обратите внимание, что я здесь не пишу никаких циклов, ничего такого. У меня len – это просто функция, которая уже сам Python автоматически будет скармливать каждый из элементов моего списка и даже записывать то, что она вернула. То есть, фактически, он с помощью вот этой функции len создаст автоматически, нам не нужно об этом беспокоиться, создаст вот эту вот строчку с длинными наших строк и после этого будет ее использовать для того, чтобы все отсортировать. Ну, как, понятно? Давайте я в качестве примера покажу, как можно было бы отсортировать в обратном порядке, без использования reverse. Можно было бы сделать такую штуку. Значит, я написал функцию, которая возвращает вместо длины возвращает длину со знаком минус. И если я теперь использую в качестве ключа сортировки не len, а antilen, то, как видите, я получаю действительно штуку, которая отсортирована в обратном порядке. Что, в общем-то, и ожидалось. Давайте теперь применим всю эту историю к сортировке таблиц. Вот пусть у меня есть какая-нибудь таблица. Ну, допустим, у меня уже была какая-то таблица на эту тему. Давайте ее просто скопируем. И задача такая – отсортировать таблицу по последнему столбцу по возрастанию. Ну, давайте, чтобы было веселее, давайте мы здесь какой-нибудь еще элемент добавим. Вот так сделаем. Значит, идея состоит в том, чтобы использовать либо метод sort, либо функцию sorted. И у того и у другого есть вот этот аргумент key, ключ сортировки. Соответственно, наша задача – правильно написать ключ сортировки, как он должен выглядеть. Давайте. Присылайте мне ваши ключи сортировки в личку. А еще лучше уже прям готовый работающий код. Не только сам ключ сортировки, но и то, как он сортирует таблицу. И так далее. Вот так далее. Спасибо. Значит, ключ сортировки применяется к каждому элементу моего сортируемого массива. То есть как бы сам по себе питон будет вызывать вашу функцию, ваш ключ сортировки и оскарбливать каждый элемент массива. Спасибо. 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 Пока вижу один правильный ответ. Спасибо. 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 Давайте я покажу. Значит, смотрите, нам нужно, если мы хотим отсортировать по последнему столбцу, то это означает, что нам в качестве ключа сортировки нужно из каждой строчки выбрать последний элемент. То есть наш ключ должен быть как-нибудь вот так устроен. Допустим, getLastRow, и он должен возвращать последний элемент списка. То есть последний элемент списка, всегда можно к нему обращаться с помощью минус-еднички в качестве индекса. И теперь можно посмотреть, как это работает. Отсортировать табличку, в качестве ключа использовать Last. Последний элемент. Ну вот видно, что он действительно отсортировался. 3, 4, 4, 5. Вот последний элемент действительно отсортирован. В этом месте у вас может возникнуть вопрос. Он, в принципе, раньше мог возникнуть. Он упорядочивает элементы так, чтобы вот эти вот штуки возрастали. Но тут есть некоторый произвол. По крайней мере для той таблички, которую я сейчас сделал. Теоретически мог получиться не такой ответ, а другой. На самом деле не мог бы. О чем я говорю? Ну, о том, что второй и третий элемент могли бы быть поменены местами. Да. Павел прав. Значит, вообще говоря, если я просто говорю, что я хочу отсортировать по вот этим вот элементам, то поскольку у меня ключи значения и ключи сортировки совпадают для вот этого элемента и вот этого, не совсем понятно, в каком порядке их расставлять. Теоретически можно было бы расставить так, а можно наоборот. Но вот в питоне реализованы алгоритмы сортировки, который гарантированно сохраняет вот в этой ситуации, если значение ключа сортировки совпадает, он гарантированно сохраняет порядок. То есть если у нас вот здесь LS3 шла первый, а LS2 шла второй, то и после сортировки они также будут идти в том же порядке. Сначала LS3, а потом LS2. Это значит называется устойчивостью алгоритма сортировки. И вот тот алгоритм, который используется в питоне, таким свойством обладает. И это на самом деле полезное свойство, потому что вы можете его использовать, делая несколько сортировок подряд по разным критериям. И вы понимаете, как эти сортировки будут друг с другом взаимодействовать. Вот такая вот история про сортировку. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Ну хорошо, тогда если вопросов нет, тогда на сегодня, видимо, все. До встречи через неделю, чуть меньше, чем через неделю. У меня вопрос один. Давайте, Паш. Мы когда писали функцию good students, я перепечатал ее в том же виде, которая была у вас. Но она мне выдала какой-то очень странный результат при запросе good students. Ну, можете скриншот прислать? Вот такой вот. А вы ее не вызвали. Дело в том, что вы тут, видимо, скобки забыли где-то поставить. Можете прислать скриншот, где вы эту функцию вызываете? Да, сейчас. Прям даже интересно, как можно было получить такой output. С одной стороны, скобки есть, а с другой стороны, функция будет как-то не вызвана. Воо Год делah услышать с вами эту функцию. У vectors прислали много других müssen в ходе по урос, которая будет умеет определитьnis Yahо. même в течение этого было врачей. Радиão этот дом до шiment был выходят по спорным ч ψу. И что ещёunta бы Нулotch мно, что делает это升効 على валк Provалка. Продолжение следует... Если вы просто пишете goodstudents, у вас на 32 входе, вы не вызываете вашу функцию, потому что вы не передаете никакого аргумента. Чтобы функцию вызвать, вам нужно написать имя функции, в скобках написать аргумент. Если даже аргументов нет, то скобки все равно должны быть. Здесь вы просто пишете goodstudents и никаких аргументов не передаете вообще. Вам нужно передать какой-то аргумент, какой-то конкретный словарь. Да, окей. Понял. Спасибо. Хорошо. Так, еще вопросы? Кажется, в домашке в одной из задач тесты не все возможные случаи покрывают из-за вот этой буквы «ё». То, что они могут не все возможные случаи покрывать, это, конечно, такое бывает. Но, так сказать, в какую сторону ошибка? Про какую задачку вы говорите? Тринадцатая. Там шифр Цезаря, и в русском алфавите как бы с буквой «ё» сейчас возникли проблемы. Я понял. И как бы тут нет одного кода на букву «ё». Да, давайте считать… Сейчас. Чтоб я помнил бы, какая здесь штука используется. Мне кажется, что здесь подразумевается, что вы будете работать не с юникодными кодами, а что вы ручками зададите алфавит. Это слишком сложно. Вы думаете, три балла просто так дают? Нужно ручками задать алфавит, и дальше… Но судя по тем подсказкам, которые тут написаны, вам нужно искать букву. То есть вы можете задать алфавит просто в виде списка или в виде просто строки, например. Искать в этом списке или строке конкретную букву, узнавать ее номер. А после этого, зная номер, уже делать там сдвиги вправо или влево в зависимости от того, чего нужно. Я написала через юникод, у меня все эти примеры проходят. Но как бы если бы там была буква «ё», у меня бы точно не прошло, потому что никак её не использовала. Ну, понятно. Ну, понятно. Нет, ну, хорошо. Как бы, смотрите, поскольку здесь ничего про букву «ё» не сказано и про юникод тоже не сказано, то если вы умеете с юникодом, то можно и так сдать. Я думаю, что никакой проблемы в этом нет. Хорошо. Так, ну что, еще вопросы? Хорошо, тогда всё на сегодня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...